МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она исчезла без следа. Что же на самом деле произошло, расскажет Марк Бюшко. Новая упаковка табачных изделий карагандинцев не пугает, а только привлекает. О том, как теперь происходит процесс курения, смотрите в материале Амины Смаковой. Карагандинские депутаты хотят внести изменения в закон о жилищных отношениях. По сравнению с 1997 годом, когда мы начинали эту работу, я не знаю, грубо, может быть, скажу, но мы как-то деградировали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дождливое лето не принесло жителям одного из домов по улице Кузимбаева, что в Майкудуке ничего хорошего. Нанятая фирма-подрядчик пообещала выполнить ремонт протекающей кровли, но в какой-то момент скрылась с деньгами. Обманутые люди пытаются найти своего обидчика, однако пока все тщетно. Репортаж Марка Брышко. А вот на крышу надо 50-60 тысяч. Где я такие деньги возьму? В своей квартире Людмила Петрова даже лампочки боится включать. Электрические провода насквозь промокли от непрекращающегося потока воды с потолка. Женщина не может пользоваться электрическими приборами, пока в их доме не высохнет крыша. Два раза на дочку вот этот булыжник попадал ей прямо. Да, вот и говорю, вот такая на голове шишка у нее была. Ну вообще страшно ходить стало вообще. Во-первых, на крыше там же козырел же должен быть. Как дожди идут, все на балкон. У меня уже балкон полностью там уже все смыло. По словам Людмилы, в доме номер 40 по улице Кузимбаева ремонт крыши не проводился со дня постройки. Жители этого дома больше не в состоянии жить в подобных условиях. Крыша здесь напоминает решето. Шиферный лист разбит, а местами и вовсе отсутствует. Кроме того, нет стыков примыкания шифера к бетону, вследствие чего вода и проникает прямиком в квартиру людей. Кому сейчас вообще можно верить? Весной этого года жители злополучного дома обращались в компанию «Арт Еврострой», которая обещала сделать ремонт крыши до 3 июня. Однако, выполнив только половину работы, фирма бесследно исчезла вместе с деньгами жильцов. Суд, в который обращались обманутые люди, постановил, что подрядчик обязан вернуть сумму обратно. Только где теперь искать ответчика, никто не знает. Люди бегают во все инстанции, ни Акимат не хочет помочь. Отфутболивают просто-напросто, потому что никто не хочет с этим связаться. У Акимата крыша не течет. Люди спокойно спят. Они получают зарплату свою, которую мы же налогоплательщики платим, и с этого они имеют деньги. Снизу они, видать, покрыли этой пленкой. Сказали, тепло будет поддерживать. В Акимате Октябрьского района о проблеме знают, но ничем помочь не могут. Туда жители улицы Кузимбаева обращаются уже несколько лет. Чиновники объясняют, что согласно законодательству, ремонт кровли они обязаны проводить за свой счет. Мы также проводили там на данном доме сходы, и жителям предлагалось выполнить ремонт по программе модернизации ЖКХ. Модернизация ЖКХ – это ремонт, можно было сделать кровли за счет бюджетного кредитования в рассрочку на 7 и более лет. То есть подрядной организацией были сделаны расчеты, жителями был предложен данный вариант. Жители от ремонта по программе модернизации ЖКХ отказались. Председатель КСК Сабина Багытного Рузбекова рассказывает, что у них нет второго расчетного счета, из которого они могли выбрать средства, чтобы залатать дыры в крыше. Кроме того, коммунальщики тоже не остались без работы. После неудавшегося ремонта им пришлось разгребать строительный мусор на чердаке. ЖКХ у нас 10 тенге с квадратного метра, но на эти деньги мы только частичные ремонты делаем. Можем там полтора-два метра трубу заменить, потом стояки заменить, вентиля поставить, двор, чтобы чистый был. Вот это нашли, на это рассчитано. Телефон отключен. Новая, отключен. Что касается фирмы-подрядчика, она продолжает молчать. На звонки потерпевших по-прежнему никто не отвечает. Жители дома номер 40 надеются на то, что справедливость восторжествует и им все-таки починят крышу. Марк Бюшкол, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Между тем в Караганде хотят нести изменения в закон о жилищных отношениях. За это уже который год бьются городские депутаты. Накануне народные избранники собрали круглый стол. Туда пригласили чиновников, общественников и коммунальщиков. Они-то и обсудили, какая форма управления ЖКХ должна быть, если КСК себя постепенно изживает. К какому выводу пришли, узнавал наш корреспондент. Собака – друг человек. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может там собака – друг человека. А у нас управдом – друг человека. Сегодня в Караганде почти две с половиной тысячи многоэтажек. Лишь чуть больше половины из них имеют формы управления. Где-то традиционный КСК, где-то новый и, как считают некоторые, более эффективный ТОО и ИП. Вопрос один – на должном ли уровне здесь поставлена работа. Вот, к примеру, председатель одного из КСК района имени Казбекби рассказывает, за последнее десятилетие деградировал не только кооператив собственников, но и само отношение жильцов к своему жилищно-коммунальному сообществу. На субботники народ не выходит, несмотря ни на собрания, ни на какие призывы. И Акимат в этом вопросе сильно помогает, сходы проводит. Значит, мы тебе платим, ты делай. Не считай деньги. Все упирается в финансы. И чиновники, и КСК просят рассмотреть вопрос единого тарифа для всех. Сейчас он варьируется от 15 до 25 тенге с квадратного метра. Несложные подсчеты показали, чтобы содержать дома в удовлетворительном состоянии, тариф должен быть как минимум 26 тенге. Миф о том, что все председатели КСК воруют деньги и растрачивают имущество, развеяла Алма Бектыбаева. Хоть заведует она совсем не КСК, а собственным ТОО на Голубых прудах. Работу она поставила свою безукоризненно, со всеми заключила договоры. Говорит, жалоб от жильцов не поступало. По итогам круглого стола депутаты, чиновники и общественники пришли к единому мнению. Кондоминиумы городу необходимы. Через исполнительные органы народные избранники хотят довести процент зарегистрированных объектов до 100. Работа депутата и чиновники будут совместно. А еще неплохо было бы возродить мощную ассоциацию КСК, да и провести среди населения разъяснительную работу по жилищным законам и госпрограммам. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Первый Карагандинский. У жителей Караганды появилась отличная возможность помочь малообеспеченным и многодетным семьям. С 1 августа стартовала благотворительная акция «Дорога в школу», проходящая под девизом «Вместе мы создаем наше будущее». Акция проходит уже шестой год подряд. Ее инициаторы ежегодно перед началом учебного года обращаются к людям с просьбой о помощи. Основная цель мероприятия – помочь детям из малообеспеченных семей путем сбора вещей и школьных принадлежностей. В этом году организаторы будут искать не только спонсоров, но и детей, которые не хотят учиться в школах. По словам заместителя Акима города Ирины Любарской, в этом году в Караганде за парты сядут свыше 50 тысяч учащихся. Главная задача местной исполнительной власти заключается в том, чтобы все ребята были охвачены вниманием. Я думаю, благодаря слаженной работе всех общественных организаций, предприятий, организаций, мы окажем посильную помощь социально уязвимым слоям семьям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Акимобласти Баужан Абдишев находился с рабочей поездкой в Осокаровском и Абайском районах. Здесь глава региона посетил несколько объектов социального значения, а также ознакомился с ходом строительства жилья для участников программы «Занятость-2020». В Осокаровском районе расположены сразу несколько крестьянских хозяйств. Жана Ай, Агросинтез-21, Красная Поляна и Янбек-95. Здесь побывал глава региона и ознакомился с технологией возделывания сельскохозяйственных культур и с ходом заготовки кормов. В поселке Осокаровка Аким осмотрел восьмиквартирный жилой дом, реконструированный частными предпринимателями за счет микрокредита в рамках второго направления программы «Занятость-2020» – содействие развитию предпринимательства на селе. Сколько по программе «Занятость» у вас таких людей, которые активно занимают? В основном у нас само «Занятость». У нас всего шесть только безработных. В основном вот так вот поддерживают. Расширение собственного отдела. В прошлом году мы 60 миллионов кредитов. В основном мало. Там есть КТ, есть парикмарк. По этой же программе возводятся дома в селе Есель. Здесь сейчас проживают семьи, переехавшие из регионов с низким экономическим потенциалом. Еще одним объектом посещения стала Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И зона отдыха, состоящая на балансе этого учреждения. В корпусе 36 человек. Здесь спят мальчики, здесь спят девочки. Наше утро начинается с утренней зарядки. Мы ухаживаем за саженцами, поливаем цветы. Все лето воспитанники занимаются озеленением и благоустройством территории в рамках программы «Жасыл-Ель». Ими уже высажено около 5000 деревьев различных пород. В этом году начала действовать теплица, в которой воспитанники выращивают овощи и впервые на базе зоны отдыха организован этнолагерь. Рабочая поездка продолжилась в поселке Молодежный. Балжан Авдишев ознакомился с ходом подготовки к предстоящему топительному сезону. В частности, посетил котельную угольного разреза Молодежный. Здесь же ведется реконструкция 60-квартирного жилого дома. Сейчас работы выполняются согласно графику производства работ. Работы ведутся качественно. Подрядчик определен был в прошлом году ТЭО «Казбалыка-Астана». Работа выполняется, ведем. Если при полном финансировании в этом году, завершим его в этом году. Во время поездки глава области ознакомился с благоустройством села Трудовое и посетил местную пекарню, которая обеспечивает своей продукцией пять населенных пунктов Осакаровского района. В Абайском районе Акимобласти побывал в компании «АстроАгро» и ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по производству элитного картофеля на основе безвирусных мини-клубней с использованием методом биотехнологии. Этот проект рассчитан на четыре года. Его стоимость составляет 240 миллионов тенге. Побывал глава региона и в крестьянском хозяйстве «Шанс». Здесь в рамках инвестпроекта ведется строительство конефермы на тысячи голов. Ввод в эксплуатацию планируется в 2014 году. К настоящему времени построено два корпуса и четыре загона. Кроме фермы, Акимобласти осмотрел поля кукурузы, зерновых культур и картофеля этого хозяйства. Рабочая поездка Акимобласти завершилась посещением полей фермерского хозяйства «Поливное» и компании «Агро-2020», занимающихся выращиванием картофеля и овощей. Здесь у нас под 8 тысяч тонн объем овосях хранилищей. Общая, да. Из них 2 тысячи тонн в Караганде и 6 тысяч прямо агрогородок. Две готовые, третья овося хранилища. Мы сейчас модернизацию проводим. К сентябрю месяцу запустим полностью. Карагандинцы страшных картинок на упаковках табачных изделий не боятся. С апреля этого года на пачках сигарет появились нелицеприятные изображения. Все это, по мнению экспертов, должно отпугнуть население от вредной привычки. Стало ли меньше курильщиков среди карагандинцев, узнавала Амина Смакова. По словам специалистов, такой метод, как появление картинок с изображением людей, страдающих различными заболеваниями из-за употребления табачных изделий, принесет обществу только пользу. Ведь, как всем известно, одна капля никотина убивает лошадь. Все эти нелицеприятные картинки должны помочь населению бросить курить. Ведь употребление сигарет вредит здоровью. Статистика показала, что распространенность табакокурения среди взрослых составляет 27,5%, а среди детей и подростков – более 7%. Ужасающего вида картинки на упаковках и даже будущее повышение цены сигареты, как показывают цифры, молодейственны. Заядлые курильщики своей привычки не изменяют. Да неправильно, конечно. Почему? Ну а что? Молодежь не будет хотеть. Может быть, молодежь не будет хотеть. Да это все равно не поможет. Думаю, люди, которые осознанно относятся к своему здоровью, они поймут, что эти картинки наносят. Ну как бы не картинки, картинки подводят к тому, что человеку вредно от сигарет. Неприятное такое ощущение. Может, на человека это будет влиять. На них никто внимания не обращает. Стараются, да, вырываются, не вырывают. Вот сколько у меня девчонок курят. Вообще не обращать надо. Вас не смущают эти страшные рисунки на упаковках сигарет? Правильно. Думаете, поможет бросить? Ну, относительно кому-то – да. Вас не смущает, вот когда вы курите вот эти страшные рисунки на сигаретах? Ничуть даже, ничего не курят. Возвращают. А все равно курите? Да. Вообще это не положено такие вещи делать. Идут дети, смотрят. Ладно, на нас это действует. А ребенок, если увидит такие? Исходя из проведенного опроса, ужасающего вида картинки на упаковках сигарет и их составляющие – это фенол, кадми, моноксид углерода – людей не смущают. Они как курили, так и продолжают курить. Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Апаров. Он же в студии. Берик, тебе слово. Спасибо, Ирина. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Самый успешный евросезон для казахстанских футбольных клубов все еще продолжается. По итогам состоявшихся поединков, отборочных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы, Казахстан в клубном рейтинге УЕФА занимает второе место по набранным очкам в сезоне 2013-2014. На данный момент наши клубы принесли 9,5 баллов. «Актобе» – 4, «Шахтер» – 3, «Иртыж» – 2,5, «Астана» – 0 баллов. Первое место на данный момент занимает «Румыния», в активе которой уже 12 очков. Казахстанские футбольные клубы продолжают набирать рекордные очки в таблицу коэффициентов. «Актобе» на последних минутах матча вырывает победу у исландского Брейдаблика. Фаворит на бумаге не всегда фаворит на деле. Это доказал караганинский «Шахтер» в матчах с Бате. Подгоняемый переполненным стадионом «Актобе» с первых минут захватил преимущество и практически не упускал нити игры до финального свистка. Но территориальное преимущество никак не перерастало в материальное. Вплоть до 90-й минуты, когда в очередной атаке у защитников гостей все же сдали нервы, нарушение в штрафной и незамедлительное решение суди – пенальти. 11-метровый четко реализовал Марат Хайрулин. Эта победа не внесла никакой ясности в противостояние команд. Все решится 8 августа в Исландии. Мечтам караганинских болельщиков в ближайшее время не суждено сбыться. В Караганде строить новый стадион не будут. Все дело в том, что в бюджете нет денег. Недавно депутат Мажелиса парламента Мухтар Теникеев сообщил в своем твиттере, что в Караганде появится новый стадион. Однако в планы руководства области входит только строительство крытого футбольного манежа. Там будут проходить домашние игры национального чемпионата. Для строительства новой арены, которая будет соответствовать всем требованиям УЕФА, в бюджете не нашлось денег. Но руководство клуба «Шахтер» все же не теряет надежды и ищет инвесторов. Проект нового стадиона на 30 тысяч мест уже разработан. Хотят расположить его в микрорайоне Голубые пруды. Стоимость проекта оценивается в 30-40 миллиардов тенге. На этом спортивные новости 1-го Карагандинского подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Мы желаем вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова